всем привет мои любимые подписчики закончила прогулку и вспомнила что я и сегодня вам не показала море море сегодня неспокойное погода сегодня замечательная солнышко светит но холодный ветерок уже у нас на набережной я заканчиваю возвращаюсь в мою ходьбу сегодня у нас не было йоги с девочками не приболели и но я все-таки решила выйти потому что у меня дела не заканчиваются домашние вот иду сейчас готовить завтрак моего мужа замечательная погода посмотрите какое море послушайте как она разговаривает интересно холодная но какой красивый борщик я себе приготовила салатик голубцы сарма и вот вы может заметили что я у меня на моей дорожке вот такой вот коврик знаете почему когда я готовлю если нас очень много мусора каждый день приходится пылесосить я вот решила постелить его давно решила и естественно когда гостья убираю а так когда нет гостей пускай лежит меньше пачкается вот думаю заранее вам напишу еще не читала ваши комментарии но уверена у вас появился такой вопрос почему эта дорожка лежит на моей дорожке это мясной фарш у меня осталось несколько листиков сармы и я накручиваю на завтра мужу день естественно я сделала мерджи мегчорба вот мой борщ весь сейчас повторно закипит доходит красота такая аромат кинза здесь чеснок все по-грузински у мужа сегодня вот будет доедать вчерашнюю солянку из мяса но и плов тоже есть у него и свежий суп приятного нам аппетита открываем пакет посылочку а наша куш сидит там выпустили только что кустер мадам куку знаете что мадам куку очень хорошая марка мадам куку каждый день мы открываем посылочки так приятно посылочки подушечки сейчас мы пошли друзья спать вот такие подушки мягенькие классные смотрите сразу поднимается и что это для аппарата это да а я не помню почему ты не помнишь? очень красивый очень красивый как сделать? что я сошел сольюсиону 85 лире я думаю я не помню я думаю я не помню я думаю я думаю я думаю я думаю он 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 так ну но но так но Какants тощи А не нужны В этих способах? В этих способах В этих способах, который это значит Девушки отдыхают, мадам куку более дойдет по панелу Друзья мои, я попала в царство попугай Посмотрите какой красивый Муж привел меня Как много здесь птичек Вы видите? Ой какой красивый, как ты поешь А там мамочка А канареечка А этот какой красивый Так, переходим сюда Смотрите как они спят Друзья 250 лир стоит Эти по 200 Посмотрите какие они пушистые У них перья какие-то интересные Это такой у нас мавиш будет Сказали Мавишок наш А это какие тоже красивые Какие красивые Смотрите Это огромные По 500 лир Это наверное молоденькие 150 лир Катанареечки Катанареечки Так А смотрите как ищет он По 600 лир это девочки Мальчики Мальчики Какие красивые А это нашего мавишка 100 лир 100 лир здесь продает Вот И все ли что написано Горластый такой он Красивый Красивый Ну как хватит так будет А это вот А этот, посмотрите, какие-то особенные они, сколько стоят? 500 пилет. Видите, у них какое оперение, или 100 пилет, как малыша у нас. Красиво. Так, мне что понравилось здесь, зайки, сейчас у вас. Мир птиц. Вот эти какие красивые. Посмотрите. Мяу. 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 Всем привет, мои дорогие! Всем привет, мои дорогие! Дети с утра до вечера там, они, во-первых, становятся ближе к вере, христианству. Их там кормят, занимаются, делают домашние задания. Они там ходят, посещают кружки, танцы, спортивные какие-то кружки. В общем, всё замечательно. А сейчас им на Новый год такие подарки делает матушка. Сегодня они идут на ледовый, у нас есть ледовый каток такой, и будет там праздник, подарки. Дэми подарили за то, что он хорошо закончил школу, первый класс, первое полугодие. Ему подарили бадминтон такой дорогой. Вчера показывали они мне все свои подарочки, просто так бесплатно, ни за что мы не платим. Благодарю Вселенную тебе за всё. А раньше за всё надо платить. За то, чтобы с ребёнком позанимались, преподаватель сделал домашние задания или кого-то мы нанимали. На Новый год всегда собирали деньги, на подарки, везде-везде. Только Ирмочка у нас осталась. Ирмочке тоже скоро будет утренник, но, естественно, мы туда денежки не даём. Так что вот такие дела. Насчёт моей мамы. Мама моя, конечно, больная и болеет, но ей уже под 80. Сами понимаете, какие хронические болезни её не покидают. Но, слава Богу, слава Богу, слава Богу, можно так сказать, всё хорошо. И хорошо будет, я уверена, ещё лучше. Вот что касается насчёт моей семьи. Ну, о дочери я не буду рассказывать. Сын мой в рейсе, в море, возле Японии, кажется, или возле Китая. Говорит, там холодно, всё нормально у него работает, есть тимул, потому что зарабатывает более-менее, не сидит без дела. Что касается моих детей. А сейчас бы я хотела поговорить с вами о делах, чем я занимаюсь. Я сейчас занимаюсь активно. Это важная информация для тех, кто хочет получить турецкое и имеет грузинское. И чтобы не потерять грузинское, что нужно делать? Во-первых, если вы ещё не получили турецкое гражданство, у вас намного больше шансов оставить за собой грузинское гражданство. Если у вас есть турецкое, то очень большие проблемы. Наверное, скорее всего, другой путь нужно проделать, не смотреть на мой. Как вы знаете, я занялась этим вопросом давно, и это для меня больная тема, так как я не хочу терять своё грузинское гражданство. Так как Грузия моя родина. Я не хочу терять гражданство в Грузии, потому что Грузия моя родина. Там, где я родилась, там, где я выросла, где я жила 45 лет, где я родила на свет моих любимых чудесных детей, где появились на свет мои любимые внуки, где живёт моя мамочка. Так что, мои дорогие, я очень люблю свою Грузию и, естественно, не хочу потерять её. Поэтому я что-то делаю для этого. Я нашла сайт Министерства юстиции на грузинском языке, написала заявление, так как у меня было ещё два варианта, можно было просто, находясь в Грузии, отнести заявление лично. Второй вариант, можно было найти доверенное лицо через нотариуса, которое могло бы всё за это для меня сделать. Я пошла напрямую, я написала электронное письмо, и мне сказали, заполните форму. Форму заполнила, указала я там всё, что было в моём прошлом, где работала, с какого по какой период, моих родственников. И на это пошло у меня 4 часа, наверное, 3 или 4 часа, ещё дочь в конце помогла, потому что много для меня было непонятно, и думала, как это всё делать. Ну, знаете как, ну я набралась терпения и заполнила всю форму. Затем мне нужно было предоставить к моему заявлению моё грузинское удостоверение и документ, подтверждающий то, что у меня турецкое гражданство, мем динариопс, то есть сейчас в процессе, что я ещё не гражданка Турции. Вот это очень много плюсов. Естественно, этот документ мне дадут на турецком, мне нужно перевести на грузинский, поставить апостоль и только тогда отправить. Всё это я сделала в течение недели. У нас на это ушло 400 лир, потому что, я так думаю, 400 лир, потому что мои документы отправляли на перевод в Анкару, ну и апостоль, по-моему, бесплатно, а вот нотариус, и нужно заплатить кое-какие денежки. Вчера у меня состоялось 3 звонка с оператором, последний звонок записали, меня всё спросили на грузинском языке, почитали моё заявление, я всё это подтвердила, и мне осталось заплатить 500 лари. Там три вида оплаты. 500 лари – это рассмотрение заявления в течение 80 дней, 2,5 месяца. В течение месяца 1000 лари – это около 7-8 тысяч лир, и 2 месяцев 600 лари. Всё равно это большие деньги – 5-6 тысяч лир. Я пришла на 500 лари – это 200 долларов. Этот документ мне нужно отправить будет в Министерство юстиции. Мы пришли в Каргу, у нас попросили за доставку 100 долларов. Будем искать другие пути, потому что это просто смешно – отдавать такие деньги за отправку. Ну вот, мои дорогие, как только я найду ответ на свои вопросы, как мне его отправить в течение 20 дней, я это всё решу. Но сегодня суббота, у меня не получается оплата. Будем решать эту проблему, и до новых встреч. Всем добрый вечер, мои дорогие! Тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан. Не смотрите, на это мусорное ведро я его отхлорировала, помыла. Друзья мои, сегодня мой муж сделал мне очень хорошее дело. Очень хорошее дело. И кто ещё скажет, что мой муж только жрёт и всё, и спит, больше ничего не делает? Я вообще в шоке сама от того, что он может. Смотрите, мои дорогие друзья, он там тут что-то делал. А для чего? Для чего я вам покажу. Вот, мои дорогие, у меня здесь будет скоро новый шкаф. Просто он не рассчитал эту порту, надо её добавить. Всё. Видите? А ещё это ещё не всё. Смотрите, друзья мои, что мой муж сделал. Кран у меня будет на балконе, и газовый баллон здесь. Ну, в принципе, я так думала, стоит ли делать газовый баллон, выносить на улицу. Но я же знаю, что на следующий год у нас всё поменяется. И газового баллона не будет, у нас будет газовое отопление, газ в квартире. Это однозначно. Мы всё делаем постепенно, как вы видите. Самое главное, что у меня сейчас вода, и я могу мыть свой балкон сколько хочу раз. 500 раз. А вы знаете, какой срач от этого был. Вы сами видели, что я недавно всё убрала, помыла, прибрала. А тут всё было в пыли. Эти шкафы и не шкафы. Вода повытекала. Зато я такая довольна, что мы выдвинули эту машинку. Я её всю вокруг помыла и почистила. Вот, мои дорогие друзья мои, я такая довольна. У нас такие происходят в жизни перемены. Хорошую сторону, которые давно как-то мы не обращали внимания. А мы сейчас такие деловые, заняты, знаете, чем? Друг другом. Эта наша поездка в Анталью добавила сладости, добавила горечи, страсти. Страсти, горечи, можно так сказать, в отношениях. И мой муж, наверное, и я просто даже не знаю, как вам выразить это чувство, то, что я испытываю поездка в Анталью, улучшила наши отношения. У нас были хорошие, а сейчас вообще. То есть мой муж исполняет всё, что делает. И это почему? Потому что у меня такая подружка Олечка, которая помогает нам. И, вы знаете, такой чистый человек, чистый, христальный. И я благодарна Миру и Вселенной, что она у нас появилась. Да, просто кто-то там писал. Светлана, мы надеемся, что будет это не от Оли, а от мужа. А какая разница? Какая разница? Олечка нам сделала поездку, а столько сюрпризов, столько всего хорошего было в моей жизни. Начала я к чему веду. Вы знаете, что, оказывается, я в свой борщ не добавила масла. Прям такой пп припп. А это у меня что? Это у меня голубцы с мясом. Сейчас я попробую и скажу вам. Мясо. Вкусно. Восемь часов мой муж побежал с друзьями. Сегодня они договариваются. Ну, вместе должны посидеть. Столько времени они не встречались. Сегодня должны договориться о встрече Нового года. Потом я вам все расскажу. Вчера они прикинули возле нас в ту кафе, где мы всегда с мужем отмечаем, где мы танцуем, веселимся. Там поменялся хозяин. Мы немножко были обижены над хозяина того ресторана. И не ходили столько времени. А у Ялчина, оказывается, есть друг, который и хозяин сейчас нынешний, настоящий этого ресторана. 600 лир, они сказали. Новогодняя ночь будет. И еда там вся. Ну, свои можно приносить спиртные. И в чем плюс? В том, что там действительно очень весело. И у нас здесь под боком. Вот столько плюса много. Но единственное, я сказала, что там холодно. И надеюсь, что там будет тоже очень весело и вкусно. Муж пошел сейчас на встречу со своими аркадашлорами. И посмотрим, что он скажет. Кто еще подсоединится? Да, если даже никто не подсоединится, мне достаточно моего мужа. Я в его окружении чувствую себя великолепной, счастливой. Дай Бог вам встретить такого мужа, как у меня. Сегодня такой был день. Насчет моего гражданства я уверена, что все получится. Потому что я все делаю как надо. Живу как надо. Не сплетничаю, не завидую, не осуждаю никого. И не вмешиваюсь ни в чужие. Я живу своей жизнью. А почему должно быть мне плохо, правильно? Вы знаете, друзья, я хочу с вами поделиться сейчас в канун Нового года уходящего. И ощущаю, что я стала другим человеком абсолютно. То есть человеком, который создает себя сам. Да, может быть, мне в каких-то моментах еще нужно работать и расти. Иногда бывает, что я не контролирую ситуацию. Но стараюсь, да, сразу сесть в негатив. Схватить свои руки и все. Кстати, я очень недовольна последним маникюром. Посмотрите, посмотрите, мои дорогие. Это гелевый маникюр. Это не гелевый маникюр. И я не хочу больше делать гелевый маникюр. Потому что, смотрите, я приехала с Анталии, и у меня в таком состоянии был ноготь. Но, естественно, я сейчас себе сделала маникюр, очистила. Ну вот, надо менять. Я не знаю, захочу ли я отдать 450 лир обратно. Потому что ногти истончаются, и не хочу. Я потеряла интерес к этому. Я не хожу на работу каждый день, чтобы у меня быть идеальные ногти. Поэтому я сама себе хозяйка. Ишкадын. Почему я так говорю? Потому что у меня есть такой красивый бизнес, который продвигает меня и изменил меня полностью. А я не знаю, почему вы там сидите по ту сторону экрана. Еще сомневаетесь в чем-то. Быстрее, поскорее успевайте, потому что поезд скоро уйдет. И вы не попадете. В принципе, вы сами вправе решать, что вам делать. И не обижайтесь на меня. Ну просто вы сами делайте выводы. Так что, мои дорогие, жду вас, жду вас. Скорее, скорее, скорее. Неделя осталась. И перед Новым годом я не буду заниматься ничем. Я хочу отдыхать и заниматься на подготовке к Новым году. Поэтому успевайте. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.